Здравствуйте! Это Первый городской. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Вы смотрите наш ежедневный проект ГОСТ-студии. Мы говорим на актуальную для всех нас тему. И сегодня, собственно, в какой-то степени продолжение нашего вчерашнего разговора. Мы буквально вчера поздно вечером узнали о том, что распущена нынешняя Верховная Рада в нынешнем составе. И уже определена дата выборов, внеочередных парламентских выборов. Это 26 октября. Вот об этом мы поговорим. Но, может быть, не столько с точки зрения политики, сколько еще и попробуем посмотреть на эту тему с точки зрения психологии. Гость нашей студии – социальный психолог Юрий Котлевевский. Здравствуйте! Здравствуйте! Юрий Леонидович, массу времени мы говорим о том, что с политической точки зрения выборы нужны, не нужны. Здесь есть масса вариантов. На них нужно идти, в них нужно участвовать и так далее. С точки зрения психологии на эту тему мы как-то мало обращали внимания. Мне кажется, что сейчас это очень интересно. В той ситуации, в которой оказалась сейчас Украина, в той ситуации, в которой будут проводиться выборы, и при том настрое, которое сейчас испытывает потенциальный электорат. Чего ждать от этих выборов? Ну, на самом деле, мы все люди разные и ждем от выборов тоже разного. Порошенко ждет выборов, которые дадут ему возможность проводить угодные ему законы, удобные для него, дающие ему возможность развернуться во всю шире своих программ, как можно более легким способом. То есть, ему нужен законодательный орган, который будет просто инструментом продвижения его программы, если она у него в развернутом виде есть, чем я пока что еще сомневаюсь. Но, значит, она появится позднее. А законодательный орган, который тормозит все перемены в стране, который на самом деле из всех наших органов власти, самый старый, то есть, сформировался еще и при Януковиче, то есть, при массовой фальсификации выборов. Совершенно наглый и беспрецедентный по объему. Значит, его надо менять. Здесь, как бы, мы все в Украине едины. А вот как менять, на что менять, и удастся ли поменять, это уже другой вопрос. На что менять? Мне кажется, это ключевой здесь вопрос, потому что, как менять? Сейчас мы говорим опять о выборах и опять о той системе, которая уже давным-давно себя дискретизировала. В общем-то, и все прекрасно это понимают. И даже шли разговоры о том, что неплохо было бы предложить какой-то новый закон о выборах и неплохо было бы его как-то. Но Верховная Рада, я думаю, вы тоже за этим следили и следите. Верховная Рада отказывалась рассматривать этот документ. Ну, потому что тот состав Верховной Рады абсолютно устраивала ситуацию в стране в том виде, в котором она есть, в котором она была в тот период. То есть это были люди, которые никакого отношения вот к тому, что мы называли бы политикой, не имеют. Это не партии, это не политические организации, это клубы по интересам, у большинства из которых не было даже идеологии, даже какого-либо ориентировочного расклада, каким они видят будущее страны, какой способ распределения совокупного национального продукта. Каким образом должна управляться экономика, промышленность, что делать с статусом Украины внеблочным. Вот для того, чтобы на все эти вопросы ответить, у них не хватало ни времени, ни компетенции. А вот проводить законы, благодаря которым можно продолжать интересоваться сугубо судьбой своего собственного бизнеса или судьбой бизнесов, которые тебя, Верховную Раду, кооптировали, здесь, пожалуйста, здесь они большие мастера. Вот та Верховная Рада, с которой мы имеем дело вот сейчас, она как раз сформирована в период, ну, скажем так, массового воровства, уже узаконенного на всех уровнях. Другое дело, что понятно, что все равно Верховная Рада есть лучшее, что у нас есть. Это, вообще говоря, зеркальное отражение возможности населения нашей страны. Вот поменять свой портрет, не меняя физиономии, невозможно. Значит, это отражение в устаревшем зеркале Украине не нравится и не подходит. Будет ли другое, ну, как говорил Крыло в таких случаях, на зеркало нечего пинять, коль рожа крива. Вот. Результаты выборов – это то самое зеркало, в котором мы увидим новое лицо Украины, если оно существенно обновилось, что не факт. Вы считаете, что эти выборы могут действительно показать то новое лицо, которое… Любые выборы показывают то лицо, которое есть. Ну, смотрите, если мы будем рассматривать, сейчас даже не говорим по именам, не говорим о кандидатах, но в принципе, в целом, все прекрасно знают, что процентов, я думаю, что это где-то 90, это те же самые старые лица. Вы тоже это прекрасно знаете. Ну, вы понимаете, да, это так, но тут вопрос очень простой. Значит, сможет ли главный, как бы, инициатор новых выборов, то есть президент, пойти против того класса, той социальной прослойки, из которой он вышел сам? Сможет ли он и доступно ли ему такое управление выборной кампанией, честно, оно не будет сразу понятно, которое даст возможность поменять не 10%, а 50-60%. Будет ли эта кампания такой, которая позволит поставить барьер коррумпированным, проворвавшимся гражданам, которые вообще много лет уже профессиональные парламентарии? Или туда пойдут их заместители, их секретари и их более молодые ученики и родственники? Еще не так обнаглевшие, да? Нет, которые на самом деле родились и выросли в условиях абсолютного воровства и ничего другого не видят и видеть не хотят. Но они еще не были совсем-совсем близко у власти. И может быть есть какая-то надежда на то, что... или нет надежды. Я-то как раз на них не очень бы рассчитывал. В том-то весь и фокус, что у нас менять этот состав не на что. У нас туда наверх сейчас пробьются опять-таки люди, которые проходят по спискам закрытым, а показывать их нельзя, потому что у них славный послужной список в рамках все той же партии регионов, которая никуда не делась, она просто переименовалась и перекрасилась. И очень хорошо видно, как люди из этой партии очень быстро начинают открываться под новыми брендами. Они пройдут тихими мышками вне первой пятерки. Я, насколько понимаю, так это будет. Если эта рада не примет еще каких-то законов, а зачем ей это делать? Она будет насмерть бороться за продолжение своего существования у корыта. Я думаю, что в столь короткие сроки вряд ли уже можно говорить о каких-то кардинальных изменениях законотворчества. Если бы президент сделал ставку, а он большой дока как раз в организации выборных кампаний по прежней своей жизни, то перемены все-таки будут. Но я думаю, что перемены будут не такими, какими хотела бы та или иная прослойка нашего общества, которая репрезентативно статистически, которая представляет значительную часть выборов, то есть избирателей. То есть до сих пор для нас самое важное добиться того, чтобы избиратель и его избранник работали все-таки в какой-то связи, существовали. А сейчас этого нету и не скоро будет. Очень большой разрыв между избирателями. Вот отсутствие этого вектора – это самая большая опасность для того, чтобы что-то изменить в стране. Если этот вектор появляется, и за него кто-то стоит, и кто-то этим занимается, но жаль, только жить в эту пору прекрасную уже не придется ни мне, ни тебе. Мне кажется, что перемены будут и существенные, но они будут не столько по заявке Майдана, сколько по заявке тех, кто на волне Майдана выскочил в первые ряды. В частности, по заявке Петра Алексеевича. Как, между прочим, позиционируется, что это будет по заявке Майдана? То есть сегодня об этом говорится достаточно часто. Я думаю, что все прекрасно понимают, что здесь есть некая доля лукавства, конечно. Ну как это? Не доля лукавства, это откровенность, совершенно наглый обман. Совершенно очевидно, что выдвиженцы Майдана не профессионалы, и на фоне тех людей, которые там сидят давно, они будут просто выглядеть достаточно долго приготовишками. Кого-то из них приспособят, кого-то садаптируют, а кого-то просто вытолкнут на периферию или купят на корню, что тоже очень просто. Смотрите, ну вы сейчас говорите об этом так, раскладывая все по полочкам, что это практически приговор еще не состоявшимся выборам. Еще даже кампания не началась, но это фактически выглядит как приговор. Неужели все так печально и грустно? Нас сейчас послушают зрителей и подумают, что, а зачем идти-то, собственно говоря, если действительно выбирать Анейского, менять Ненаково, ну и, собственно, о каком более-менее светлом будущем мы можем сейчас говорить? Я думаю, что о светлом будущем говорить, во-первых, сложно, во-вторых, все равно придется, потому что у нас есть дети, у меня уже и внуки, и они ни в чем не виноваты. Я должен сделать все от меня зависящее, чтобы это будущее было светлее, чем то, в котором, то настоящее, в котором мы сейчас живем. То есть все-таки выборы – это определенный этап, да? Выборы – это этап, и все равно делать их надо, и приходить на выборы нужно. Другое дело, что мы маемо-тощемаемо. То есть мы маем жуткое наследие семьи Януковича, мы имеем цинизм среди чиновников, которые обеспечивают выборы, мы имеем огромную рать бездельников и воров, которые никуда от кормушки сами по себе не денутся, и мы сейчас выдвигаем людей, которые будут менять законы, на основании которых распределение совокупного продукта будет более, но справедливым. Кстати, партия, небольшая партия, которая до сих пор не расформирована, и которую возглавлял Петр Алексеевич Порошенко, она называется «Справедливость». Одно из требований нынешнего, я думаю, общества, и одно из требований того же Майдана, если мы сейчас будем сейчас об этом вспоминать, это так называемая иллюстрация власти, то есть очистка. Это как раз то, к чему хотелось бы прийти в конечном итоге. Но мне кажется, что вот эти выборы, может быть, это какой-то такой, знаете, маленький этап или маленький шажок вот к этому. Все понимают, что не произойдет сейчас никакой очистки, не произойдет иллюстрации в том смысле слова, которым хотели бы это видеть. Но вот как расценивать вот этот этап, там, октябрьские выборы очередные, как может быть какая-то ступень, как к той самой иллюстрации, как может быть какой-то этап. Есть ли какая-то надежда к тому, что вот так шаг же шагом мы все-таки придем к этой самой очистке власти? Значит, дело в том, что власти эту чистить не надо, ее нужно менять на корню, она очистке не подлежит. На что менять тогда? Вот на что получится. Краще гирше та инше, с этим, по-моему, каждый участник Майдана был совершенно согласен. То есть не принципиально на что, просто менять. Да, если вы спрашиваете мою точку зрения, я утверждаю, что если в один прекрасный день всех наших начальников выгнать на большой перекур одновременно и там продержать три смены, у нас резко повысится эффективность экономики. То есть на самом деле в нашем начальстве уже и выборном, и назначенном. Настолько много людей, которые просто воруют. Если только прекратить воровство на несколько суток, будет существенное повышение эффективности экономической. Я не шучу. Вот это тот зверь, с которым надо бороться. Готов ли к этому Петр Алексеевич? Не уверен. Другое дело, что иллюстрация в том объеме, в котором она бы что-то изменила, невозможна, потому что иллюстрировать нужно, начиная с президента и с его источников и личного обогащения. А пойти сейчас войной на заслуженного человека Коломойского, он заслуги имеет перед нашей с вами Родиной, существенные. Потому что в Днепропетровской области ни один представитель пророссийской изменнической группы людей пискнуть не смеет. А решил он это все не идеологическими вызваниями, а конкретным бизнес-проектом. Кстати, достаточно затратным. Пример бы с него брать в этом смысле другим олигархам. Поэтому сейчас многие пытаются их стравить между собой. Вот такая наивная попытка. Они оба достаточно продвинутые и мудрые люди, чтобы не откликаться на такого рода провокации. Но желания поссорить Коломойского в Порошенко очень хорошо видны. И по ряду источников. И стало быть по тем финансистам и богатым людям, которые за этими источниками стоят. Что касается очистки, люстрации, я думаю, что это нужно очень долго делать. После того, что мы пережили это в один этап, волевым способом сделать невозможно. Общий вектор должен быть на самоочищение, на привлечение людей, которые в состоянии быть порядочными. Которые порядочны не только по установкам, но у которых есть еще и способность не размениваться на конкретные посылы. А таких людей всегда немного, они всегда меньшинство, они всегда на голосование проигрывают. Но их, тем не менее, надо звать. Каждый порядочный человек в Верховной Раде на вес золота. А готовы ли, с точки зрения электората, с точки зрения нас всех, понятно, мы за то, чтобы очистить власть. С точки зрения той, другой стороны, самой власти, собственно говоря. Насколько они вообще реально оценивают ситуацию, что они могут попасть под эту самую иллюстрацию. Тогда, когда законодательно, это будет уже все принято, все подписано, все одобрено и так далее. Есть ли у них какие-то реальные опасения? Или же они не считают это какой-то опасностью? У них есть опасения, но на самом деле они уже друг с другом сейчас ведут переговоры, и к иллюстрации они готовы гораздо больше, чем мы. То есть они уже договорились, да? Потому что кто-то из них собирается попасть в комитет по иллюстрации и сводить личные бизнесовые счеты, пользуясь инструментом иллюстрации. То есть забюрократить мы можем даже инструмент борьбы с бюрократией. Вопрос в другом. Почему? Есть ли у нас люди системно мыслящие, при этом порядочные в принципе? То есть я имею в виду, которые могут зарабатывать честно деньги, и которые нечестные деньги отвергают, хотя их намного больше. Таких мало. Вот как только мы вытравим Януковича, каждый из себя, из ближайшего окружения, у нас произойдет существенное оздоровление, в том числе и морально-нравственного климата. А что касается выборов, тут заранее известно, что у нас есть сотни тысяч в стране людей, которые делают на выборах деньги, и которых результаты выбора как таковые, политические, экономические результаты выборов, не интересуют. Они обладают технологиями на разных уровнях. Как сказал выдающийся филолог товарищ Кивалов, говорит, дельничные участки у нас все присмотрены. Вот. Вот все в порядке. Дельничные участки в ходу. То есть фальсификация технологически выстроена на разных уровнях. На них расположены люди, которые это делают из года в год, уже 23 года. И никуда они не денутся, они все тоже на прикорме. Все они так или иначе ждут от этих выборов чего? Возможность и заработать денег. То есть эта система будет работать и сейчас? Она будет работать, но в данный момент она будет работать уже и на Порошенко тоже. А он наш президент, мы его выбрали большинством голосов. А наши, как известно, воруют лучше всех. Главное, что справедливее. Скажите, а вот если рассматривать фальсификации, допустим, сравнивая выборы в каких-то других державах, допустим, да, я думаю, что вы, занимаясь этой темой, вы наверняка делали какие-то сравнительные характеристики. Вообще гипотетически можно ли предположить, что выборы проходят без фальсификации? Вы знаете, фальсификация в той или иной мере это одна из сторон технологий политических, потому что если мы склоняем калибливающегося человека на сторону своего кандидата, при этом кандидат же за время этого склонения лучше не становится. То есть мы все равно въезжаем в его сознание и пытаемся сюда перемылить. То есть все равно там есть этот элемент. Другое дело объем и качество. Даже при обработке результатов анализа сделанной фальсификации у нас происходит фальсификация. Я приведу конкретный пример. Нагрянула хорошая, качественная, порядочная с самых верхов присланная комиссия на конкретный, извините, деленичный участок. Я, Кивалов, это, конечно, бессмертный перл. Так вот, на деленичный участок имени Кивалова пришла честная комиссия. Ну, это как бы сказка, такой анекдот. Но вот пришла. Нашла. Все, что нашла, и сообщает на следующий день, выявлены нарушения, но они незначительные, на результаты выборов не повлияли. С чего вы это взяли? А они сделали что? Вот на этом участке они обнаружили фальсификацию. Она дала такой-то процент. И этот процент в размерах округа существенного влияния не указал. Это вместо того, чтобы этот процент умножить на количество участков. Вот если умножить на количество участков, то округ надо объявлять недействительным. И выборы в стране отменять. А нет денег на новые. Но этого никогда не происходило. Поскольку не происходило, то стало получается, что сфальсифицирован сам метод проверки фальсификации в округах, в участках. Сфальсифицирован давно. И в рамках этой фальсификации живет вся страна, которая уже десятилетия. А потом мы говорим, что мы с чем-то боремся и в отдельном точке обнаружили. Но в этой точке на общую ситуацию влияния не было. Но там же есть еще и другие точки, которые проверяли другие комиссии. Другие дельничные участки имени товарища Кивалова. И там-то все в порядке, там все схвачено. Что же мы умножаем? Но на самом деле эта подтасовка очень примитивная. Обнаружить ее несложно. Отменить ее пока не получается. Понятно. И вот смотрите, еще один такой момент, мне кажется, очень важный. Эти выборы будут существенно отличаться от всех остальных в Украине. Хотя бы потому, что они проходят в состоянии войны. Ну вот в такой обстановке, когда неспокойно. Технологи это учитывают. Технологи это учитывают. Да учитывают, конечно. С точки зрения социального психолога, как можно это все притворить в жизнь в тех районах, где реально идут какие-то боевые действия? Ну очевидно, что все зависит от того, кто сейчас при власти в данном регионе. Понятно, что технологии, которые будут пользоваться в районах действия ДНР и ЛНР, будут или недействительны, или действительны только под определенным углом применимости и реализуемости. Понятно, что технологи, работающие на Донбассе и технологи, работающие в Закарпатье, будут пользоваться разными технологиями, пытаясь усилить совершенно разные социальные заказы. А вот разность этих заказов, это и есть наш политический спектр. Это и есть, то есть в конечном счете, даже при этой фальсификации, мы получаем ту динамику, на которую способны. Динамику как бы позиций, динамику состава Рады. Поэтому вот как бы мы не ругали выборы, их надо проводить и на результаты смотреть как на собственное отражение. Это то, что мы собой сейчас представляем. При всех недостатках и при всех фальсификациях. Даже при всем, при том, что или же есть, может быть, вероятность того, что вот такие активные военные действия до выборов все-таки прекратятся, как вы считаете? Это уже, конечно, вопрос больше к политикам, политологам. Вопрос скорее к тем, кто эту войну финансирует и к тем, кто ее организует и ею управляет. А там очень много подводных каких-то сил и там очень много международного влияния под разными углами, в разном виде, не только российского. Поэтому мне делать прогнозы, не зная источников силы, я имею в виду не только ресурсной, но еще и политической и экономической, очень сложно. Я думаю, что на этих выборах поляризация возрастет, поляризация избирателя в рамках страны. Что они будут не только скоростными, но они еще будут абсолютно бездравственными и циничными. На коротком отрезке времени очень трудно успеть проверить все. Очевидно, что в бой пойдут отчаянные ребята с хорошими навыками, с хорошей хваткой. И, что называется, не щадящие себя на Ниве, как бы завоевания новых и новых рубежей. Я привел бы только один пример. У нас есть несколько членов городского совета, которые в ночь выборов находятся на избирательном участке, на что они имеют права. И дерутся там кулаками и ногами трое суток, не давая спать всем остальным. Заставляя сто раз пересчитывать и так далее. Хотя они не имеют права там вообще находиться. Их никто не трогает. А избирательные участки, где ночью гаснет свет и выгоняют наблюдатели. А наблюдатели, которые работают не на свою партию, которая трех копеек не стоит, а на другую. Поскольку продают ведь и бренды, и партии, и округа, и участки. Продают сферы влияния. Продают лозунги. Продают, вообще говоря, все, что можно купить на выборах. В этих условиях ситуация рыночная. То есть она управляема. Она не безнадежна. Но говорить о том, что она законна и стерильна, мы еще очень долго не сможем. Ну что ж, спасибо вам за ваше мнение. Спасибо, что пришли, поддержали наш разговор. Будем ждать 26 октября. И будем смотреть, я думаю, что период до 26 октября будет не менее интересным. Гостью нашей студии был Юрий Котляревский, социальный психолог. Вы смотрели Первый городской. Я желаю вам всего самого хорошего. Мы обязательно увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин